Свой проект газификации чтенец Саид Шарафудинов называет заменой грудного молока. Так же, как мать прибегает к искусственной смеси, когда не может прокормить ребенка сама, так же из-за байкали, уверен предприниматель, может обеспечить себя газом, пусть изначально и неприродным. Строительство газопровода, краевое казнение под силу, поэтому Саид Шарафудинов изобрел бюджетный вариант. Он предлагает строить сети по ячейстой технологии. Одна ячейка, 50 домов. Каждая вот эта ячейка имеет свой собственный источник газа. По 8 бочек, до 20 тонн газа. И этот газ, испаряясь, так же, как у него был газа, он выходит до редуктора, но прежде чем попасть в редуктор, он проходит через специальную коробочку. И этот газ, профан-бутан, превращается в газ, похожий на природный. Как только природный газ появится, мы спокойно один транк откроем, другой откроем, и котры даже не поймут, какой газ они пушат. По словам Саида Шарафудинова, власти края уже заинтересовались его запатентованным способом. Правда, до серьезных шагов переговоры не дошли. На круглом столе, посвященном поиску решений, как сделать воздух в Чите чище, выступил еще один изобретатель Баирсен Жеметупов. Его заявление шокировало присутствующих. Оказывается, и газ, и электричество можно получить из мусора. Из органических отходов можно получить биогаз, и из биогаза, ну, тот же самый природный газ, и из пластиков можно получить и бензин, и тот же самый синтез газ. И можно из получения газа сразу получать электрическое. Можно получить 100 мусора, да, несортированного даже, 600 кВт электрической нынки. Дело в том, что все изобретатели, я уже много скалкивался, они всегда путают мощность с количеством тепловой энергии или электрической энергии. Когда говорят 600 кВт, это не означает 600 кВт, они имеют в виду 600 кВт час. И ошибаются в 3600 раз. Понимаете? Потому что есть разница между количеством энергии и мощностью. Удивило специалистов и то, что на тестирование проекта Баира Санжимитупова нужны 10 миллионов рублей. Гарантий, что система в итоге заработает, нет. Да и где взять такие деньги? В региональном бюджете средства на научные опыты не предусмотрены. Вот и получается, идеи есть, а денег, выплатить их в жизнь, нет. Впрочем, чтинских активистов это не огорчает. Ими создан сайт, где будут приниматься проекты, направленные на улучшение экологической обстановки в Чите. Продолжение следует...